Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу ответить на вопрос, который по сути является лидером вопросов за прошедшую неделю. Их было аж 4 штуки из разных источников, в разных социальных сетях, ну и так далее. Вопрос звучит следующим образом. Можно ли приехать туристам, найти себе работу, получить рабочую визу и таким образом эмигрировать? Собственно, отвечаю сразу всем-всем-всем и делаю такое общее видео для того, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Отвечаю сразу – нельзя! Объясняю почему. Почему? Дело в том, что все рабочие визы и вообще все долгие визы выдаются за пределами Канады в посольстве той страны, где человек проживает на постоянной основе. То есть, если вы гражданин Молдавии, России, Украины, Израиля, какой угодно страны, то, соответственно, вы обязаны поддаваться на рабочую визу только лишь в своей стране. Почему? Потому что таковы визовые правила. И более того, прежде чем вы получаете длинную визу, долгую визу, которая дает вам право на длительное пребывание, проживание, работу или учебу в стране, вы обязаны предоставить ряд документов. Такие, как, например, документы – справка из полиции о вашей несудимости. Либо же справка, точнее, не справка, а прохождение медосмотра, такого глубокого, серьезного, у сертифицированных врачей или сертифицированного специально Министерством эмиграции Канады, медицинского центра. То есть вы это никак не можете сделать, находясь вне той страны, где вы постоянно проживаете. Однако, друзья мои, что вы можете сделать, если вам уж так хочется верить в собственные силы и испытать собственное счастье? Это, конечно, рискованно будет, потому что это может не сработать. Но, с другой стороны, это может и сработать. То есть вы можете приехать сюда, как турист, и у вас будет, условно говоря, время там от трех до шести месяцев, в зависимости от того, какую вам печать поставят на объезде в страну в качестве туриста, у вас будет возможность поискать в течение трех или шести месяцев здесь работу. Естественно, работать легально вы здесь не можете. Однако, ничто вам не мешает работать нелегально, это раз. Я, конечно, не призываю к этому, но просто учитывая реалии, учитывая то, что такое возможно, и люди это делают, то есть такое бывает, вы можете это делать. Могу сказать сразу, что много вы не заработаете, скорее всего, вам будет еле-еле хватать на то, чтобы расплатиться за крышу над головой и оплатить билет обратно. И то, возможно, на билет обратно вам денег не хватит из заработанного здесь. Но вы можете здесь поискать работодателя, которому вы безумно понравитесь, и который захочет именно ради вас, подчеркиваю, именно ради вас, идти на кучу всяких разных бюрократических телодвижений. Напоминаю вам, что работодатель, который будет за вас биться, обязан пробить для вас квоту в Министерстве иммиграции. То есть вот просто так вы приезжаете сюда, находите работодателя, и он говорит, оу, вы замечательный человек, вы прекрасный специалист, я вас беру. Тут же вы бежите в Министерство иммиграции, там, с письмом счастья, допустим, от работодателя, вам там ставят тут же визу и говорят, добро пожаловать в Канаду, работайте, уважаемые или уважаемые. Нет, такая фигня не прокатит, извиняюсь за мою французскую. Вы обязаны будете, точнее, не вы, а работодатель, обязан будет за вас заплатить тысячу канадских долларов за рассмотрение вашего досье. Потом он должен, то есть работодатель должен доказать, что вы мега уникальный специалист, и на канадском рынке труда такого другого больше нет. И, соответственно, после этого вас, по месту вашей прописки, будет обрабатывать, то есть не вас, а ваше досье, будет обрабатывать ваше посольство. То есть она вам будет прислать всякие бумажки, типа, пройдите медосмотр, вы туда, в ваше родное посольство, должны быть отправлять документы из полиции, вы туда должны быть отправить анкету о том, что вы хотите получить рабочую визу, и так далее, и так далее, и так далее. Все дальнейшие телодвижения, которые я сейчас перечислил, они делаются только после того, как ваш потенциальный работодатель получает конкретно на вас подтверждение от Министерства иммиграции. Понимаете? То есть, возвращаясь к сути вопроса, вы можете приехать сюда как турист, но уехать уже отсюда, точнее, остаться уже в стране с тем, чтобы не уехать, вы не можете. Вам по-любому надо будет уехать из страны и получать и делать все документы по месту вашей постоянной прописки и регистрации. Понимаете? Вот такая вот петрушка. И, собственно, был еще такой вопросик, похожий, но не похожий, по поводу того, что если приехать в страну на какое-то время, поможет ли это для иммиграции? Да, вам это поможет для иммиграции, вам добавят там пару пунктов за адаптацию, потому что, дескать, вы уже видели Канаду своими глазами, и вы едете не в никуда, не в место, которое вы вообще не знаете и не представляете, что это такое, а уже туда, где у вас уже есть какой-то опыт. Ай-яй-яй. У вас есть уже какой-то опыт, и, соответственно, вы можете сказать, да, я знаю, и поэтому, поскольку я там был, мне там понравилось, и, собственно, я именно поэтому решил в конечном итоге иммигрируть, потому что я своими глазами видел, какая здесь лепота и красота. Собственно, вот. На этом, собственно, на вопрос я заканчиваю на глобальный и неглобальный отвечаете. Надеюсь, что здесь я осветил абсолютно все-все-все правовые и финансовые моменты, связанные и риски, связанные с возможностью приехать сюда для того, чтобы найти потенциального работодателя. Все, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok